В Югре родители стали чаще вакцинировать детей от ВПЧ. Это вирус папилломы человека. Региональная программа стартовала два года назад. С этого времени привили почти 23 тысячи человек. Для завершения курса вакцинации необходимо получить две дозы с промежутком в полгода. Пройти иммунизацию можно в детских поликлиниках и школьных медицинских кабинетах. Врачи даже составили рейтинг территории округа по вакцинации. С большим отрывом лидирует Сургут вместе с Сургутским районом. Здесь с начала реализации региональной программы обезопасили от ВПЧ 7 тысяч мальчиков и девочек. На втором месте с показателем чуть больше 2,5 тысяч – Нижневартовский и Нижневартовский район. Замыкают тройку Нефтьюганский и Нефтьюганский район, где привиты порядка двух тысяч подростков. Таким образом, округ вошел в число передовых регионов по вакцинации. В Югре определили победителей военно-патриотической игры школьников Зорница 2.0. Напомню, соревнования проходили в Пытьяхе. В средней возрастной категории участвовали 13 команд из Коголыма, Лангипаса, Нягани, Пытьяха и ряда других муниципалитетов. Победители – медведи из Нефтьюганского района. Старше возрастной были представлены 20 команд из разных территорий. Лидером стала «Дельта-5» из Пытьяха. Добавлю, что во время игры участники обучились навыкам начальной военной подготовки и поведению в экстремальной ситуации. Проходили состязания операторов-беспилотников, занятия по кибербезопасности, оборудованию и маскировке позиций, оказанию первой помощи и тактической медицине. Школьники учились в военной журналистике, огневой подготовке, штурме и тактике боя, основам выживания в экстремальных условиях. А также проходили военизированную полосу препятствий. Отмечу, что одна из целей Зорницы – укрепление патриотического сознания у детей и молодежи и повышение интереса к истории Отечества и Вооруженных сил России. Победитель оригинального этапа Зорницы в июне отправится на Уральский полуфинал. Певческие таланты со всей Югры собрались в Ханты-Мансийске. Сегодня в Югра-Классик открывается Академия Любови Казарновской. В течение семи дней 20 вокалистов пройдут мастер-классы по академическому вокалу. Наставником будет непосредственно сама Любовь Казарновская – советская и российская оперная певица, актриса театра и кино. Ее вокальная школа берет начало от старых итальянских мастеров, а именно Умберто Мазетти. Любовь Казарновская чутко распознает природу голоса, корректируя ее, направляя, работая с дыханием и даже произношением, если это требуется для исполнения зарубежных арий. Артистка поделится бесценным опытом и техниками во время мастер-классов. С каждым учеником оперная дива будет заниматься индивидуально. Добавлю, в интенсиве могут принять участие как начинающие вокалисты, так и профессиональные исполнители. Завершением проекта станет гала-концерт. На этой неделе югорчанам будет не до сна. Жители округа приглашают на уже традиционную акцию «Ночь в музее». Например, 18 мая в Ханты-Мансийский государственный художественный музей Югры ждет посетителей. Все активности будут связаны с годом семьи. Площадки акции откроют в главном здании музея и во всех его филиалах. Например, галерея-мастерская художника Райшева станет местным встречи поколений. Посетители будут ждать фотозоны, интерактивные площадки, игры, экскурсии, мастер-классы и творческие встречи с поэтами. Не менее насыщенная программа будет в Доме музея народного художника Игошева. Для полуночников будут проводиться обзорные экскурсии, а самые активные получат призы. Подробно познакомиться с программами культурных учреждений можно на их официальных сайтах и на страницах в социальных сетях.